МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Общественная палата городского округа Самара предложила проект к 78-летию Великой Победы, когда мы едины. В одной афише под единым названием учреждения культуры города с 3 по 12 мая 2023 года представят на своих площадках мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной. Какие учреждения культуры поддержали новый проект? Что смогут увидеть жители и гости Самары? В нашей студии Габибулла Хасаев, председатель общественной палаты городского округа Самара, и Сергей Соколов, исполнительный директор Самарского театра юного зрителя «Самарт», член Общественной палаты городского округа Самара. Габибулла Рободанович, Сергей Филиппович, здравствуйте, спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Впереди важнейшая дата, 9 мая. Собственно говоря, вот сейчас об этом, по большому счету, мы и будем говорить. Мы празднуем ежегодно этот важнейший день. Вот почему Общественная палата городского округа Самара решила создать новый проект именно вот сейчас? Дорогие самарцы, через несколько дней наша страна торжественно отметит 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Победа была достигнута ценой больших жертв. Победа была достигнута мужеством, отвагой, доблестью, верностью, любовью наших защитников Отечества. И, безусловно, те исторические опыты, те факторы победы, они должны оставаться не только далекой историей, особенно для нашей молодежи, но они должны быть уроком для современных условий. К нашему величайшему сожалению сегодня нашей стране приходится, как и в далеком 41-м, защищать свой суверенитет, свободу, свои исторические, культурные, культурные наследия, традиции практически от 31 страны НАТО во главе с самой могущественной страной Соединёнными Штатами Америки. И, конечно, важно, чтобы те великие образцы поведения наших граждан в Великой Отечественной войне преломлялись в поведении современного поколения. И в этом мы сегодня видим специальные военные операции, эти подвиги повторяют наше молодое поколение. И в этом историческая связь времён. И, понимая чрезвычайную важность, именно сейчас вот всё-таки передать молодому поколению те образцы героизма, мужества, которые проявляли наши защитники Отечества, самые страшные в истории человечества в войне, в Великой Отечественной войне. И мы подумали в общественной палате, как бы всё то, что сегодня есть в советской, российской литературе, обобщить, обобщить и подумать, представить в виде единой композиции такой проект, когда мы едины. Потому что единство советского многонационального народа это было важным фактором победы в прошедшей войне. Наверное, даже важнейшим. Да, да, это вот. Поэтому вот и должен сказать, что Сергей Филиппович вот наш член общественной палаты, член комиссии по здравоохранению, культуре, образованию, спорту, он с энтузиазмом вот эту идею поддержал и в принципе она от него эта идея исходила. Общественная палата мы объединившись поддержали вот эту идею и мне бы хотелось чтобы подробнее об этом проекте когда мы едине рассказал Сергей Филиппович директор театра юного зрителя Самар. Сергей Филиппович вот в чём суть проекта вот расскажите поподробнее. Потому что понятно, что инициатива общественной палаты но формулировал и разрабатывал проект комитет по культуре общественной палаты это правда я бы хотел здесь вот коснуться чего что как не только мне кажется но в общем-то всего нашему сообществу просто представляется уже в обязательном порядке отмечать столь великую дату поэтому на протяжении всей собственно жизни и театральной не беря в расчёт какие когда это были рождены театры они были сегодняшним днём близки но тем не менее мы каждый год каждый год стараемся или каждые пятилетия должен вам сказать подойти с особой ответственностью празднования именно этой годовщины той или иной даже пусть не круглой может быть но тем не менее все коллективы нашего города и должен сказать что особенно знаете подвинуло меня лично что во-первых конечно тот план работы который мы разрабатывали вместе и Габилай Рабананович который возглавил в этот раз общественную палату города то мы да создавали свои планы творческие и в частности на одном из одном да из очень важного заседания нашего совета по культуре именно спорту образованию мы обсуждали вопрос конечно как подойти к этой дате 78 годовщине и здесь совместно мы определили ориентировочное название обращение к нашему обществу вот своим творчеством и объединив многие-многие театры это название когда мы едины уже сформулировалось на одном из этого совете единственное что ну мне было тоже поручено организовать все и подойти уже с программной конкретной афишей на одном из ну одном из заседаний наших ближайших которые прошли совсем недавно и мы сформировали мы вместе я подчеркиваю именно совет палаты общественная палата сформировали афишу я внес несколько предложений таких которые уже были разработаны с коллективами наших театров и нам показалось что даже несмотря на то что некоторым спектаклем уже много лет как допустим нашему спектаклю это легендарный спектакль Василий Теркин который был поставлен в 2005 году тоже к юбилейной дате нашей победы в великой отечественной войне и вот спектакль до сих пор живет и он обновляется да появляются новые исполнители но тем не менее это такой ну наш символ нашей жизни театральной именно адресованной как раз вот этой великой победы я хочу сказать что в программе программе нашего мы назовем так это даже фестиваль такой определенный фестиваль посвящен 78-й годовщине будет представлено 8 наших коллективов театральных коллективов которые есть муниципальные есть областные коллективы они все принимают участие до единого включая филармонии и оперные театры музыкальные коллективы и будут представлены такие спектакли как Василий Теркин «Встанем за отечеством» это Самарская государственная филармония далее это «Девочка из города» Самарский театр кукол «Красное вино победы» театр «Самарская площадь» «Не покидай меня» Самарский академический театр драмы театр для детей и молодежи мастерская молодой театр совсем молодой и очень интересный кстати да, очень интересный молодая гвардия это тоже очень символично что театр открывался именно этими названиями это действительно делало большую-большую честь этому молодежному театру который для детей и юношества повесть о настоящем человеке Самарский художественный театр это тоже интересный театр тоже муниципальный театр «Возвращение» театр-камерная сцена тоже очень известная сцена которая имеет уже свой определенный творческий путь большой-большой творческий путь завтра была война Самарский академический театр драмы танц-площадка театр-камерная сцена театр Самарская площадь красное вино победы это театр, который один из первых был образован муниципалитетом нашим муниципальный театр да, вы знаете и вот эта афиша представленная на протяжении которой вы, как правильно сказали с 3-го с 3-го именно мая по 11-е мая включают как раз и 9-е мая день победы это общая программа вот посвящается этой великой-великой победе и тем событиям с которым нам приходится сегодня сталкиваться как и сказал Габриат Рободанович и в общем-то сегодняшняя наша жизнь не такая простая и весь этот блок этот блок адресованной победе он, как мы считаем что действительно не только как творческое наше желание сделать что-то хорошее но и как посвящается нашим бойцам сегодняшнего дня которые сражаются беззаветно беззаветно и защищая отечество наше защищая отечество прежде всего не только даже наших но и тех мирных людей которые протестуют против этой к сожалению к сожалению к сожалению армады которая образовалась со своим военным потенциалом против России и тех стран которые сегодня рассчитывают о мире и благополучной жизни счастливой жизни всех народов нашей замечательной земли вот важный вопрос ведь дело в том что у каждого театра существуют свои планы как бы существует свой репертуар вот насколько сложно было ну и вашему театру и другим вот учреждениям культуры ну скажем так вот перестроить переформатировать и вот сделать так чтобы вот эти спектакли вышли в этот период потому что все же как бы живут в определенном в определенном режиме ну вот я уже прежде сказал о том что ведь это еще складывалась наша программа до даже нового года поэтому как вы понимаете что мы простраиваем конечно наши планы в пределах квартала и вот на одном из первых советов как раз нашей культуры было сформировано было сформировано предложение о начале второго квартала который должен быть положить вот в основе положена быть именно вот эта тематика именно посвящение 78-летней годовщины Великой Победы и театр театры сформировали свой репертуар так чтобы именно в эти дни именно в эти 11-12 дней был именно этот замечательный репертуар который посвящен в общем жизни жизни будущей настоящей жизни нашего отечества ну здесь я так понимаю ведь получается что ни один из зрителей по большому счету не останется без своего формата потому что если посмотреть на список спектаклей здесь есть ну практически все там Василий Теркин ну классика да это замечательные стихи которые там я сейчас могу цитировать на самом деле вот очень много слава богу хорошо когда-то в школе преподавали литературу там девочка из города красное вино победы ну блестящие вещи повесть о настоящем человеке ну это вообще классика классика это по большому счету повесть о мужестве вот настоящего советского человека не побоюсь этого слова завтра была война я кстати в школе участвовал в школьной постановке этого спектакля до сих пор помню этот спектакль который все время шел и в нашем театре тоже да вот что будет интересно лично вам вам Габи Белару Абаданович вам Сергея Филиппович потому что вот эти вещи они настолько разнообразны и настолько интересны и ярки но как бы но у каждого есть свои предпочтения ну вот трудно выдалить какое-то из этих произведений потому что все они представляют советскую и российскую классику да и здесь может найти свое место и ветеран Великой Отечественной войне и молодежь которая еще учится в школах и взрослые поэтому к сожалению может быть сейчас не так в школах тоже молодую гвардию например изучают да как это мы в свое время изучали или повесть о настоящем человеке да и вот конечно вот возвращение к нашим истокам к той памяти война это же все таки и память понимаете это память поэтому вот очень важно ведь каждый из этих произведений ведь тот же Василий Теркин тот же Твардовский да он когда писал он же не просто выдумывал же это он участник реальный участник он был там в Великой Отечественной войне он сам прошел он сам прошел все это и видел и вот так сохранил для будущих поколений великолепные образцы и с юмором и с шутками и серьезно это же увлекательнейшая вещь я думаю что это большой подарок практически для всех поколений самарцев которые продемонстрируют наши театры и им большая благодарность несмотря на свои планы все таки они нашли возможность объединиться в такую единую программу и получилась цельная композиция полезная интересная для не только для самарцев но и для гостей города я думаю привлечу внимание должен еще что добавить что в эти дни конечно на этих спектаклях будут присутствовать наши ветераны не только молодежь конечно молодежь безусловно будет притом от 12 плюс иногда даже бывает и меньше когда приходят приглашаемые тоже но и будут ветераны ветераны уже можно сказать так не то чтобы даже ветераны а участники уже сегодняшней войны прошедших к сожалению тяжелых испытаний которые пали на судьбу на жизнь наши молодежи которые участвуют принимают участие в войне которые одерживают победы но и которые получают свои ранения и мы тоже пригласили нескольких человек которые смогли бы в общем-то в разных театрах посетить этот спектакль и мы будем их представлять тоже понимаете не только будем открывать я хотел бы сказать что открывать будет этот фестиваль именно 4 числа театра юного зрителя спектакля Василия Теркина и мы просили Габрия Равановича выступить как бы не в начале там начинается по действу уже военная тема которая идущая музыкальная тема и предвещающая начало спектакля когда заходит идет хроника в виде хроника идущая тех военных лет и тех спектаклей которые были даже вот и в окончании спектакля Габрия Раванович скажет несколько слов приветственных вот именно обращенных к той молодежи которые здесь и к ветеранам которые будут в этот день тоже участвовать принимать участие я так бы сказал в этом спектакле ветераны и второй мировой и великой отечественной войны и соответственно я по этому пощаку я правильно понимаю что приглашение это означает естественно что они придут бесплатно безусловно это конечно потому что приглашение предполагает это безусловно то есть в данном случае ну и вот вы кстати не ответили Сергею Филипповичу то есть брать чисто вот такой творческий процесс ну понятно что ваши спектакли вы их знаете наизусть а вот на что вы я при этом понимаю прекрасно что вы скорее всего все это видели но вот вы бы на что обратили отдельное внимание или может быть как-то прокомментировали бы спектакль нет я бы комментировал может быть не могу комментировать так ну понятно что коллекта совершенно верно но то что вот театр образованный новый театр вот созданный буквально вот как вы видите на днях можно так сказать хотя два года тому назад театр молодежи совершенно, мастерская, я бы особо обратил внимание на молодую гвардию, потому что не случайно эта молодая гвардия открывала этот театр, не случайно и участвовать сегодня с этим, потому что в этом заложен глубокий смысл. Мастерская, молодая гвардия этой мастерской. Ну да, возможно, когда-то вот так сложились обстоятельства, что этот спектакль появился, этот театр появился для того, чтобы с этим спектаклем сейчас идти перед этим? Ну, в общем-то, да, безусловно. Пути Господни неисповедимы и как складываются обстоятельства, мы подчас не знаем. Вы знаете, я вот о чем подумал, ведь это же по сути дела, вот все это, это есть некое обращение к жителям Самары, к жителям Самарской области, к гостям города. Вот что вы ждете от них в ответ? Ну, вы знаете, я бы сказал так вот, что мы ждем в ответ. Дело все в том, что сегодня многие люди ждут ответа на многие вопросы. И я глубоко убежден, учитывая вчерашнюю нашу утреннюю тоже празднование дня первого мая, который начинался своеобразно, может быть, не случайно, что не было демонстрации, но это было на большой нашей площади Кувиш, где выступал наш губернатор, где была молодежь, где были, в общем-то, разные представители тоже организации, в том числе и культуры, были и мы, да. Вот. И это обращение прежде всего звучало со сцены, а это было и днем еще мероприятия в оперном театре, а это было и вечером еще, вы знаете, композиция, что там присутствовали не только наши выступающие, но иностранные, в общем-то, певцы, исполнители, которые были приглашены и с большим удовольствием сами приехали и выступали в этот вечер. Это было обращение именно к миру, к людям, которые должны задуматься в целом на нашем земном шаре о том, насколько он должен быть все-таки благополучен, а не так, как это было, начиналось в первой половине, в общем-то, того столетия. А сегодня мы испытываем большие, большое горе, я бы сказал, горе, которое приносит вот эта сегодняшняя война, но Россия наша борется за счастье людей и за победу, за победу, прежде всего, не только оружием, но и той идеологией, которая сегодня, в общем-то, высказана всеми нами. И этими праздниками, этими, непосредственно акциями, которые мы проводим сегодня в преддверии Дня Победы. Галерий Баданович, вот вы что-то тоже бы, наверное, может быть, вот как вы считаете, что нужно донести до жителей Самары? Мне кажется, вот в совокупности те произведения, в основе которых лежит весь наш проект, в основе. Это показывает лучшие образцы человеческого поведения в войне, радость победы, и все это вместе, мне кажется, должно заставить людей очень серьезно задуматься. Война – это страшная вещь. Война – это слезы, война – это кровь, война – это большие потери. тем радостнее, тем радостнее, когда есть победа. И мне кажется, вот возвращаясь к мысли, которую я уже высказывал, очень важно, чтобы новые поколения, в новых поколениях преломлялись лучшие образцы мужества, отваги, верности своему отечеству, любви. Понимаете, самая ценная вещь жизни человека, самый главный человек для человека – это жизнь. Да? Да. А вот воины, для воинов превыше всего долг и честь. И вот они это сегодня демонстрируют, реально демонстрируют на полях сражений. Сегодня нашим, может быть, сожалению, вынуждено это происходит. и наши великие мастера, которые написали эти произведения, они, конечно, несут, как правильно сказал Сергей Филиппович, идеологию победы. Мне кажется, это очень важно. И мы не должны, мы должны часто об этом вспоминать и говорить это молодому поколению. И, мне кажется, этот проект, он обязательно повысит интерес молодежи к творчеству советских и российских писателей, поэтов, которые, но здесь многих еще нет, тем не менее, все-таки, они, я надеюсь, во всяком случае, что количество людей, которые обратятся к творчеству наших писателей, поэтов, пишущих о войне, оно увеличится. Ну да, то есть, вот эта связь поколений, на самом деле, она не прервется, она будет продолжаться, это, наверное, самое важное. И для молодых бойцов, которые сегодня на фронте, мне кажется, это придаст и силы, и мотивацию, и мне кажется, это очень мощный сигнал истории, да, и поэтому мы надеемся, что вот наша инициатива в какой-то степени поможет и приблизит новую победу вот в этой специальной военной операции. Большое спасибо за интересную содержательную беседу, потому что добавить на самом деле больше нечего, я искренне тоже на это надеюсь, точнее говоря, я уверен, что так оно на самом деле и будет. И увидимся в наших замечательных театрах. Напоминаю, в нашей студии были Габидула Хасаев, председатель общественной палаты городского круга Самара и Сергей Соколов, исполнительный директор Самарского театра юного зрителя Самарт, член общественной палаты городского округа Самара. Всего вам самого доброго и с наступающим вас праздником, днем нашей великой победы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова